На кадрах, снятых камерой видеонаблюдения, можно увидеть, что именно происходило в области. Усиливающийся ветер обрушился на отдыхающих, а дождь с градом распугал их всех. И хоть продолжалось все это считанные минуты, пострадала сцена, а ветром унесло тенц палаток. Но эти разрушения можно назвать слабыми по сравнению с тем, что случилось в селе Коростово Рязанской области. Сергей – водитель. Ураган застал его по дороге из Заокского. Мужчина рассказал, что из-за стихии ехал на второй передаче, хотя дорога была пустой. Одна сосна была на дороге, ее убрали. Освободили с дороги. Там сосны. А так кругом по всему лесу все навалено. Где тут бурелом все. Где макушки сломаны, где посередине, где так. Основной удар на себя принял именно лес. Там, где еще утром нельзя было увидеть солнце, сквозь кроны деревьев, сейчас чистое небо. Сосны, выдернутые с корнем, лежат повсюду. Некоторые из них перекрывают сельские дороги. Местные жители насчитали свыше 20 поваленных деревьев и 30 поломанных стволов. Здесь применима поговорка, чем дальше в лес, тем больше дров. Поломанным соснам, кажется, нет конца и края. И хоть именно они и, возможно, защитили село от больших разрушений, Коростово все равно пострадало. Буквально следом за лесом расположен памятник воинам Великой Отечественной войны. Пострадала мемориальная доска с именами участников. Обломки до сих пор лежат рядом с памятником. Будут ли его восстанавливать, неизвестно. А вот для сельских жителей ураган превратился в обычный ливень. Последствия совсем небольшие. У меня на веранде выдвинуло раму целую. Что еще-то? Ну, так больше ничего нет. Вот у Нины ванны, вот у нее, у нее тут часть крыши сорвало. Вот ей ребят меняли. Березы гнулись, ломались. И вот, ну, видно по соснам, как они ломались, середина сосны ломались. Березы еще выдерживали, а вот сосна, она хрупкая, поломалась. Как раз поломанные сосны, выдернутые с корнем из земли, стали печальной местной достопримечательностью. Заметить их можно при въезде в село. Деревья сразу бросаются в глаза. Поваленные деревья, как следы недавнего урагана, до сих пор лежат в лесу при въезде в Коростово. Убирать их, кажется, никто и не планирует. Что особенно опасно, если вспомнить, что сейчас пожароопасный период. Наша телекомпания отправила запрос, чтобы узнать, уберут ли упавшие деревья. Мы будем следить за развитием событий. Валерий Седов, Игорь Глотов. Телекомпания. Город.